И всем привет, ребят, с вами Стервайк, я сегодня записываю новый ролик, сегодняшний видеоролик посовещен. Очень интересные теми. И сегодня впервые я попробую сделать что-то новое, что-то безумное. Когда-то Миша Иммортал что-то подобное уже делал, но сегодня настало время наших экспериментов. Честно говоря, в матчмейкинге очень часто встречаются слабые игроки. И мне пришла в голову идея, почему бы не попробовать. Почему бы не попробовать зарядить сразу с двух аккаунтов группу, а взять моих два аккаунта и попробовать сразу же сыграть на двух аккаунтах и затянуть катку и при этом еще и заработать первые два места в нашей команде. Реально ли это сделать? Можно ли так играть? Можно ли это реализовывать? Ну и дополнительно выполнить заданки на двух акках сразу, да? Сегодня мы это все вместе с вами протестируем и проверим. Ну а если вам подобного рода видеоролики нравятся, то обязательно поддержите данный видос лайком. Возможно это старт новой определенной рубрики, когда мы будем заряжать два аккаунта в группу и давать контентика. Поэтому если это так, давайте постараемся набрать 123 лайка. 123 лайка набираем, я сразу же заряжаю следующую часть подобного рода контентика с реализацией сразу двух аккаунтов. Я уже тут себе отправил заявку на добавление, чтобы добавить своего без доната, чтобы мы могли уже заряжать плотненького контентика. Здесь делаем добавляшку, здесь делаем группочку. Поэтому, ребяточки, обязательно лайкозавр, подписочка на канал, ну и также не забывайте участвовать в розыгрыше на 20 тысяч танкоинов, на 3 миллиона кристаллов. Для этого настройка игры в аккаунте устанавливайте ему личный такт, тактимпе. Дальше оформляйте покупку в магазине, ну и заполняйте форму, которая есть в описании. Так, ну а я в свою очередь принимаю запрос группы. Выберу сегодня два разных вооружения. Пусть у нас без доната аккаунт будет сегодня играть с рикошетом на Гелиус. Возьмем ему вот такую вот торпеду с Крусейдером, чтобы у нас овердрайв быстро копился, чтобы у нас была возможность контентовой реализации с 25-кой. И возьмем еще сверху на него новую испеченную красочку, которая называется импульс. И второй аккаунт мы сегодня зарядим. На чем контентовом мы можем зарядить второй аккаунт, чтобы у нас тоже была эффективность, интерес, реализация. Давайте возьмем, давайте возьмем, что мы можем взять такого интересненького под реализацию, чтобы у нас была именно бодровая такая темочка на врыв. Чтобы мы прям могли врывать жестко на базу противника, чтобы в этом был интерес конкретный. То есть у нас есть рикошет Гелиус, ну наверное дефолтный штурмовую кассеточку. Долбаем штурмовую кассетку. И чтобы у нас быстрое накопление тоже овердрайва было, возьмем паладина и возьмем вот такую торпеду. Сделаем вот такой врыв. Будет у меня паладина молот и Крусейдера рик. Я думаю, что это будет очень и очень интересно. И под это все дело мы идем врываться в ТДМочку. Я думаю, что вот именно в ТДМе реализация этого всего дела должна быть максимально эффективная. Попробуем это сделать. Надеюсь, что получится сделать хороший результат. Ну а вы в комментариях напишите вообще, какие эмоции у вас от этого. Да, потому что я честно такого никогда еще не делал. Но может быть даже стоит в три ака долбануть потом контента. Но не знаю, это уже наверное какой-то новый уровень. Довольно быстро запикивает меня в катку. Будем смотреть, как у нас вообще вся ситуация будет здесь происходить. Я лишние вкладки закрою, чтобы мне вдруг ни в коем случае здесь ничего не лагало. Да, а то у нас тут могут быть какие-нибудь прикольчики с лагами. Ну и пробуем выиграть катку и сделать максимально жесткую реализацию. От накопления овердрайвов играть. И уже смотреть, что у нас тут по карте. По карте у нас шикарная. Так, наш аккаунт здесь второй тоже уже здесь появляется. Начинаем с основочки. Сейчас у меня немножечко тут раздуплится вся движуха. А то чуть-чуть есть тут какие-то подлажечки небольшие. Сейчас надеюсь, что все раскурится у нас. И мы уже начнем делать врывалову. Смотрим, что у нас тут со вторым аккаунтом происходит. Первый кильчик я уже на основочке сделал. Чтобы просто два аккаунта прогрузилось полноценно. Тогда у нас лагов уже в этом плане никаких не должно быть. Так, ну и просто начинаем сразу врывать с двух хаков. Делать сразу плотненький контактик. И я более чем уверен, что мы в этом случае можем наши два аккаунта шикарнейшим образом реализовать в плюс. И катки выиграть просто без шансово. Я, по крайней мере, в это верю и надеюсь. И нам надо с одного аккаунта на второй сразу на паузу становиться, чтобы мы как раз таки не умирали. Да, то есть есть у нас уже 80 очищей на первом акке. Ну и пробуем врывать теперь на втором, на основном аккаунте. Залетик делаем. Есть у нас здесь вот такой вот замечательный игрок с магнумом у противника. У меня, к слову, на мульте здесь нет ничего. Два аккаунта у нас с одинаковым счетом на 4-2 идут. Так, ну и пока что мы, если честно, проигрываем. Пока что мы, если честно, тут проигрываем. Вооружение у меня, конечно, идеально подходит под этот боечек. Только в минус не упасть. Хорошо. Так, и уже есть овердрайв. Овердрайв тоже нужно стараться как можно быстрее нам реализовывать. Только немножко неприятно, когда у нас звук идет с двух аккаунтов сразу. Но я надеюсь, что мы сейчас можем, в принципе, просто один аккаунтик звука выключить. Так, 20 на 22. Пока что проигрываем. Немножечко включалову, делаем. Надо уже врывать, надо врывать. Пока что два аккаунта у нас на первых местах. Пока что два аккаунтика у нас на первых местах имеются. Ну и овердрайв на одном акке я уже реализовал. Пошла движуха с реализацией овердрайва на втором аккаунте. Прожимаем аптечку. Так, пробуем, пробуем накидалову сделать. Пробуем плотную накидалову сделать. Так, и живем, 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 живем. Сейфимся. Сейфимся. Килы, 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 килы. Килы. Пробуем, пробуем, пробуем. Добавочки, добавочки, добавочки. Добавочки. Хорошо, четко. Так, ну и здесь основной аккаунт у нас врывалову на 10 килов сделал. На 10 килов врывалову залетело. Одной минуты мне хватило пожить на вражеском респе. Так, ну и падает центральная оверка. Попытаюсь сейчас я ее законтролить. Попробую контролинг оудишки сделать. Ага, и меня быстро довольно сливают. Ладно. Раз тут сливают. Здесь мы в контролинг. Нет, не успеваем сыграть в контролинг оверки. Было бы очень неплохо, если бы я бы контролинг овердрайва здесь бы залетал бы в интересный. Так, с Вадейла залетает по мне. Стараемся чуть-чуть сделать отрыва по киллам. Потому что пока что у нас ситуация, ну, наверное, не самая жесткая в рамках этого боя. Так, ну и я ловлю мину. Переключаемся сразу на бездоната. Бездонат у нас пока что по счету здесь немножко хуже идет. Но ничего страшного в этом нет. 9 минут до конца. Овердрайв будет, прожимать не будет. Ладно, пока что не жмет боец. Пока что не жмет под носку оудишку. Так, ну и мы пробуем врывать. Пробуем врывать. Первый киллчик есть. Ловить надо на ДДшке. Отлично. Течку сбиваем. У меня 90% овердрайва. Соответственно, мы сейчас можем уже и вжималову по оудику сделать. Так, а нет, меня все равно здесь забирают. Ладно, переключаемся на основной аккаунт. Плюс 9 киллов мы уже вместе с вами идем. На бездонате, я думаю, что надо будет потом добавки делать побольше. Потому что на основе как-то у нас попроще в плане набора киллов и очков. Пока что ситуация складывается. Но мы эту ситуацию постараемся быстро реализовать. Например, с овердрайва. Так, напишем привет. Дейл с нами здоровается. Так, и вот такую давайте прожмем. Котлетку. Ага, понял. Котлета не залетела, к сожалению. Но ладно, быстрый килл есть. Быстрый килл имеется. Так, баллон. С баллоном есть небольшие проблемы, конечно. Здесь у рикошета с гельчиком. Но пока что вроде как ситуация неплохая у нас в рамках этого боя. 215 очечи есть. Работает супер стрим снайпер, чел пишет. Хорошо. Хорошо. Сейчас будем смотреть, какие тут стрим снайперы у нас работают. Пока что у нас 12 киллов на одном аккаунте, 10 киллов на другом. Пока что два первых места мы здесь в рамках этого боя занимаем. Две сосулендрочки выдают сразу одновременно оппоненты. Так, у нас заморозка на танке срабатывает. Но мы под прожималовой. И в принципе должны здесь раскручиваться, раскручиваться. Пробовать еще давать киллы. Так, ну и овердрайв все-таки оппонент сжимает. Ладно. Так, нас начинают обгонять по очкам. Не понял. Не понял сейчас. Еще это у нас по очкам уже кто-то обгоняет. Нас не должен никто обгонять. Мы должны постараться занять как раз таки первое и второе место в рамках этого боя. Поэтому пробуем. Пробуем. Кстати, мне повезло. Нету резов практически ни от одного аккаунта и ни от второго. Это прям очень круто залетело. Так, 265. Нормально. Бездонат немножко реабилитировался. Падает оверка на центре. Попробуем сразу ее забрать и под нее сыграть. Я думаю, что можно даже сразу с врываловой. Сразу с врываловой. Даже не думая здесь. Ах, вот так вот. Да, Изида меня очень быстро разбирает. Ну и уже здесь боец догнал нас по очкам и по киллам. Вот так вот кто-то играет один, а кто-то на двух аккаунтах сразу набирает столько же количества очков. Представляете? Вот так вот играют игроки в нашем матчмейкинге. Так, весь баллон выдаем в молоко. Пробуем забрать хотя бы здесь кого-то со сулендера на троих. Так, и двоих забираем. Чуть-чуть от катика делаем. Пробуем дополнительно накидать урончика по викингу. И там уже дополнительная со сулендера залетает. Хорошо. Плюс 20 киллов у нас уже имеется. В принципе по киллам по очкам. Все хорошо. Хорошо, что мы выигрываем. Потому что я, как и сказал, ключевая наша задача это выиграть как раз таки матчмейкинговый бой. Так как я реализую два аккаунта сразу, то потенциально, ну вот как бы это должно быть якобы хуже. Но почему-то я уверен в том, что если я буду играть просто с дефолтными игроками в матчмейкинге, я смогу сделать меньше, чем я могу сделать сам на двух аккаунтах сразу. То есть вот эти 10 секунд, которые ты тратишь на респаун своего танка, ты просто тратишь на переключение аккаунта и делаешь вот такой вот плотненький контактик. Просто контактик. 360 очков на одном акке, 300 очка на другом. Так, ну и это пока что еще не конец, ребяточки. Это пока что еще не конец. Хотелось бы мне вообще до 500 постараться добраться. Если бы 500-ку мы вместе с вами здесь реализовали, я думаю, что это было бы очень жестко. Я думаю, что это было бы мега плотненько. Так, хантера быстренько здесь забираем. Пробуем еще одного хантера забрать. Сбиваем ему аптечку, прожимаем свою на переключалове. Так, и добрать, добрать. Нет, добрать я все-таки не успел. 370 очков. 370 очков. Да, немножко попотеть, конечно, приходится. Немножечко попотеть приходится. Это уже, как говорится, игра не на чиле на расслабоне. Так, быстро сливают у нас на одном аккаунте. Заодно посмотрим, кстати, какой из этих двух аккаунтов займет у нас первое место. Ну вот, из наших именно двух хаков. Потому что я тут смотрю, что у нас уже тиммейт есть, который наваливает плотненько. Так, пробитие я нанес. Теперь надо воспользоваться тем, что я нанес пробитие по тому танку. И сразу его уже другим аккаунтом быстро взбодрить. А он, а он уже нарез полетел. Ладно. Получается, взбодрил его, мы ему сделать плотную не сможем. Ага, сосулендрочка. Ох, фигеть. Еще под таким нереальным углом залетает. Но мы уже плюс 30 ведем. Уже плюс 30 мы ведем, господа. Плюс 30 у нас уже в катке. Появляется очень хорошим результатом. Не понял, как я этого викинга не слил с полного баллона, если у него нет резиста. Пробуем навалить по диктатору. Диктатора здесь набреваем. Здесь уже изида. Ставим под нее минку, пытаемся чуть откатить. Так, ну и еще чуть-чуть урончика. Есть. 115 киллов у нас имеется. 116 даже уже киллов имеется. Пробуем выехать здесь в хантерочка. Отлично, его тоже забираем. По очкам плюс-минус одинаково иду на двух аккаунтах сразу. И это, конечно, не может не радовать, что у нас примерные вооружения получаются такие довольно одинаковые. Так, пробуем забрать. Не успел я здесь забрать бойца. Так, 440. Есть еще возможность выйти все-таки на первое место. С двух акков сразу. Да, я имею ввиду занять первую и вторую строчку. Потом пробуем. Пробуем врывать дальше. У нас еще 30 киллов имеется. До конца этого боя. Акцентирую внимание больше на те танки, которые можно легко и быстро уничтожить. Так, вот, например, этого диктатора. Быстро забираем. 95% овердрайва у меня уже есть. Пробуем слить викинга. Добирать. Добираем. Добираем. Хорошо. И с разворота со сулендру. Не успеваю дать. К сожалению. Овердрайв у нас улетает в молоко. Но на первое место я аккаунт вытягиваю. Так, 505. 30 киллов отрыва. Противник пытается сокращать счет. Дай проехать, пожалуйста. Дай проехать. У меня тут жесткая задача на врывалову. Жесткая задачка на врывалову. Так что мы пробуем. Контактика наша платникова подраздать. Так, вот, кстати, вот эту изиду мне с этого аккаунта проще сливать, чем с того. Так, два у нас здесь оппонента на нашем респе. Пробуем сразу. Опа, у меня уже тут и писюля осталась спереди, да? Осталась попа криты. Криты это бомбочка. 40 секунд до конца. Так, ну и тут уже по ощущениям, как будто на основочке надо заканчивать это все дело. Потому что этот аккаунт у нас уже в топ вошел. Быстро меняем аккаунт. Есть у нас овердрайв. И делаем максимально быструю врывалову под базу противника. Надеюсь успеть раздать грязи. Раздать грязючки. Так, пробуем. Хорошо, шикарно. Еще добавки. Еще добавки. Еще добавки. Блин, 10 очков не успел. 10 очков не успел добрать. 10 очков не успел. Еще бы один килл бы сделал. И получилось бы сделать то, что я и хотел. Но в любом случае, это очень и очень хороший результат. На двух аккаунтах мы зарабатываем 555 очков и 530 очков. Со счетом 26-14. С УП-шкой практически двоечкой я заканчиваю на бездонате. И практически с таким же самым УП 1.92 я заканчиваю на основном аккаунте боечек. Для сравнения, мои тиммейты. Ну, каждый, который играет один. Я думаю, что на своем аккаунте набирает вот такое примерное количество очков. Поэтому даже так реально играть в матчмейкинге. И в моем понимании, я со своими двумя аккаунтами явно сделаю больше, чем чел. Вот, например, 4КГС со счетом 2-5 в нашей тиме. Пишите, что вы думаете по этому поводу. Как вам такой перформанс и опыт? Хотели бы вы увидеть все это дело в будущем? Если да, то, как я уже сказал, 123 лайкозавра. Это именно та отправная точка, с которой мы начинаем следующую серийку двух аккаунтов на врыве. Попробуем, возможно, другой режим. Ну и другие вооружения. На реализацию сегодня я попытался взять максимально жесткие вооружения. Ну, на которых, наверное, удобнее всего в таком ключе набирать киллы и очки. Пишите, что вы думаете. У меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем. Пока.